Всем привет! С Вами в магазине Кребесшоп.ру. Меня зовут Залилов Фидерит. Сейчас я Вам расскажу немного про рюкзак компании Татонко Husky Bag Объемом 28 литров. Универсальный рюкзак, функциональный рюкзак. Можно использовать его как городской рюкзак, как рюкзак для трекинга, для катания на лыжах горных, здесь есть крепления, и для любых целей, какие-то походы небольшие, вывозки в парк, для транспортировки какой-то фототехники или чего-то еще подобного. В рюкзаке основу вставляет материал какой-то, что-то типа пенки, с дополнительным учетом. Здесь есть дополнительный пластиковый лист, достаточно мягкий. Ну вот, плотность у него по ощущениям, вы слышите, наверное. Здесь на спине у нас два параллельных валика, с поролоном, где-то примерно 15 мм, ну и обшиты они ремнож-сеткой. Эти валики создают, между собой, вот такой вентиляционный канал получается, который открывает доступ, воздух в вашей ремне, ну и для лучшей вентиляции. Здесь его делаются. Плечевые ремни, ну ляпки так называемые, будут жестко закреплены во всем этом деле. Внутренняя часть плечевых лемней также обшита пенкой и ремнож-сеткой. Края обшиты достаточно мягкой лентой. Ну все, выглядит достаточно комфортно и эффектно. Ткань здесь экстрем, по ощущениям, похожа на картон, где-то пятисот, например. Плетение крупное, достаточно прочная ткань, вот на вид, выглядит очень надежно и проще. Так, на плечевых лемнях есть 2D-образных кольца для крепления, например, рации, либо грудно-сгруточных петель. Есть две полосочки со светоотражающими, с светоотражающих концов здесь. Ну и две резиночки для закрепления, например, шлангового гидратора. Рудной стяжной лемень съемный, с эластичным компенсатором. Фурбиктура WT, насколько я понимаю, здесь 20-ти миллиметровые струбы, вот такие достаточно крупные петли, удобно калькурируют на ходу, то есть не надо там хватать, а вот за петлю вы палец надели, и вот так все это дело отрегулируют. У рюкзака есть пояс, причем пояс у нас поясничного подпора как такового нету, а есть вот просто два выхода таких поясников. То есть пояс здесь не является разгонуточным поясом, а служит просто фиксатором рюкзака на келе. То есть, если вы видите, например, на велосипеде, чтобы рюкзак у вас наболтался, ну или лежите, быстро идете куда-то, ну вот вы его фиксируете поясом, здесь 40-35 миллиметровый фастекс, застегивается он так довольно непросто, и потом он заработается, ну а фиксацию у него вообще, когда застегнулся, он вообще не болтается, то есть очень четко все это дело выглядит. Регулировка с обоих сторон, на фастексе есть регулировочные щели, то есть вы можете как вправо, так и влево отрегулировать. На кармане, ой, на поясе с обоих сторон есть карманы, объемные карманы. Молния здесь вывернутая, то есть влагу не попадать не сразу. Ну, карманы можно положить на переходе, например, какой-то перекус, возможно телефон, рацию или GPS, на ребята что-то такое подобное можно сюда сложить. Так, затем, на фасаде лизака мы сразу видим такие, достаточно стильные, эффектные такие вшивки, они сделаны из кожи, достаточно плотной кожи, то есть это у нас крепление для какого-то оборудования, например, трейтинговые палки, либо это ледовый инструмент или еще что-то подобное. Так, у нас здесь есть гидрозащищенная молния, которая отбывает вход в карман вот такой большой глубины. То есть, объемный карман, вот здесь объемный палок, видите, вот здесь не совсем понятно, а вход здесь всего где-то порядка 12-14 сантиметров. Затем здесь у нас есть боковой карман, тоже достаточно огромный, с молнией очень тяжелый тир, там такая с такой маленькой прихваткой, объемный большой карман, в который мы можем положить вещи первыми необходимостями. с клапок у нас есть петли для крепления горных лыж, то есть здесь фиксируйте, ну и строков, видите, все это дело фиксируйте. Значит, боковой карман, боковые утяжки, тот, который можно засунуть, в принципе, тандартный 8-милетровый жерст крепят сюда, залезет с трудом, но залезет, то есть толкать сюда можно с собой в стороне, это дело у нас. Затем на входе в рюкзак у нас двухнадковая молния, раскрытие практически на всю, на весь объем рюкзака, то есть здесь начинается и заканчивается молния. То есть вот это все у нас, вход в основное терение рюкзака. Также здесь вот эту фасту, нам вот раскрыть нужно. То есть мы открываем рюкзак полностью, сейчас посмотрим, что у нас там внутри происходит. То есть вот такое гигантское раскрытие, то есть открытый рюкзак мы можем добраться практически до узнания рюкзака, вот сразу я уже вижу здесь новый рюкзак, сразу бросается в глаза наличие такого мини-органайсера, то есть у нас здесь вот есть сверху карман, тут карман на молнии, для каких-то мелких ценных вещей, есть карабинчик для прицепления каких-то ключей, или чего-то еще ценного. Что здесь карман? Ну, здесь карман на литине, я не знаю, ничего сюда, при непонеснике, ничего ничего. Так, затем, со стороны спины у нас есть петля для крепления питьевосистемы гидропака, ну и вдоль всей спины, дальше у нас есть карман для питьевосистемы. Все внутри обработано, готово тесьмой, достаточно аккуратно, никакие нитки не торчат. И видно также, что здесь в этой ткани есть небольшая пропитка, по крайней мере, на пару лет, я думаю, хватит. То есть, защищать не будет у дождя, но некоторое время точно не будет защищать. Но, если он не будет защищать, если дышь пойдет по кругу дне, сейчас у нас есть карман, а здесь есть в дне карман, в котором есть вот такая замечательная, яркая накидка у дождя, защита чехолого дождя. Это у нас, он очень вот так сделан, добротно. Сейчас мы посмотрим, как еще он фиксируется. Вот так сфиксировали. Так, здесь вот эта штриточка, наверное, она для фонаря, если вы видите на велосипеде. То есть, сюда можно прицепить какой-то фонарь, если не фонаря, какой-то катаход, может быть светодрожающий. Возможно, вот это изображение, по-моему, мама говорит, это изображение, возможно, будет светодрожающее, я сейчас не могу понять. Да, вот эта петля точно для фонаря, здесь нарисована мелкой лампочкой, то есть, это говорит, она для кредитного свеча. Сверху у нас утяжка, есть утяжка, то есть, можно утянуть, все это дело зафиксировать, чтобы более надежно у нас начинка держалась во время, например, распортировки, например, в самолете, вы сдадите в багаж, что это делали, чтобы не слетело чехол. Так, вот еще не сказал, у рюкзака такая массивная, очень удобная, очень вкладкая ручка, обшита она такой тканью, типа прорезиненной какой-то, за счет этого она вообще не скользит, то есть, я не знаю, это самая удобная вкладка ручки из всех фигаторов, которые вы видите. То есть, она пришита, здесь вшита в шов, здесь в сторону это прошита, то есть, силовая в ошибках, ну, очень мощно сделана, то есть, здесь 50-миллиметрового стропа, не знаю, на этой ручке можно его вешать вообще, не бояться где-то на стене, на маршруте. Затем здесь есть отверстие для вывода шланга гидропака. Так, ну, в принципе, все я рассказал, впечатляемое крепление. Так, ну, все. Рюкзак, компания Татонко, модель Husky Bag объемом 28 влитров, универсальный, достаточно прочный, такой, мощный рюкзак. С вами был магазин gildyshow.ru, меня зовут Залила Фидель, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пока. Пока.